Дезодорант для газовой промышленности. Самарские ученые разработали уникальную технологию утилизации токсичных отходов. Исключение из правил, в этом году в Самаре на крещение все-таки появятся официальные купели. Да здравствует серые будни! В Самаре приступили к разбору главной городской елки. Запах протухшего мяса, сжженной резины и гнилой капусты, а все вместе адорант природного газа. Самое зловонное на планете вещество добавляет в голубое топливо, чтобы придать ему характерный запах. Самарские ученые разработали уникальную технологию, позволяющую утилизировать высокотоксичные промышленные отходы. Дело в том, что емкости, в которых хранят адорант, положено менять через каждые 10 лет. Что делать с отработанными баллонами до сих пор оставалось проблемой. И вот первые промышленные испытания увенчались успехом. Из какого ссора растут научные открытия, узнавал Олег Зверев. У этой технологии нет аналогов в мире, хотя проблема, которую она решает, поистине мирового масштаба. Ученые Самарского технического университета придумали способ утилизации вещества, внесенного в Книгу рекордов Гиннеса, как самое зловонное на планете. Это адорант, который добавляют в природный газ. Чтобы голубое топливо получило свой характерный запах, достаточно всего 16 миллиграммов на кубометр. Но емкость из-под этого вещества, отслужившие свой срок, не могли отдать на переработку из-за остатков высокотоксичного дурно-пахнущего вещества. И вот решение найдено. Для его эффективной утилизации вот этой емкости и, собственно, непосредственно самого адоранта, его необходимо обезвредить. Для этого наша установка позволяет полностью промыть эту емкость, полностью дезактивировать оставшийся там адорант и полностью уничтожить остаточное отложение. Установка прошла испытания в лабораторных условиях и уже работает в тестовом режиме на одном из предприятий в Самарской области. Адорант смывают потоком озонцодержащего щелочного раствора. Пока таким образом отмыли только одну емкость. На выходе получаются просто сточные воды. Минус этой технологии в том, что установка работает только в теплое время года. Плюс в том, что таким образом можно очистить всю отработанную тару, которой на свалках скопилось уже десятки тысяч. Это металлические резервуары, достаточно толстостенные, которые должны эксплуатироваться не более десяти лет. На данный момент установка позволяет обрабатывать несколько емкостей в неделю, так скажем, с учетом рабочих дней, рабочего времени. Ну и в принципе она позволит решить проблемы утилизации данных емкостей в регионе в течение нескольких лет. Впрочем, подобные установки окажутся востребованы и в других регионах страны. Подсчитано, что в случае разгерметизации одного такого баллона специфический запах Адоранта может накрыть миллионный город. Чтобы не допустить экологической катастрофы, решать проблему утилизации необходимо уже сейчас. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Купание не запрещено. Впервые за последние несколько лет на Крещение в Самаре будет организовано 8 официальных купелей. В последние годы река не промерзала так, как надо, но на этот раз толщина льда на Волге достаточная, чтобы выдержать большое количество людей рядом с прорубью. Где можно окунуться в Крещенскую ночь, расскажет Марина Матвейшина. Купание на Крещение в Самаре будет проходить в нескольких местах одновременно. На Волге организуют несколько купелей. На спусках улиц Некрасовская, Маяковская, Полевая, Советская армия и Девятой просеки. От храма Георгия Победоносца пройдет крестный ход к купели на полевом спуске. Здесь будут организованы теплые раздевалки и горячий чай. Об этом позаботятся городские власти. Мы приглашали благочинного Октябрьского района, который нам подсказывал, как вот эту Иордань организовать. То есть в этой части будет организовано и все меры безопасности будут соблюдены. Здесь, насколько мы ориентируемся, конечно, это массовое будет вот именно проходить здесь, в этой части, чтобы четко организовать выход и проход людей, не организовывая или, вернее, не создавая столпотворения. Купели оборудуют деревянными ступенями и поручнями. Возле каждой официальной Иордани будут дежурить сотрудники МЧС, спасатели и медики. Все должно быть современно, конечно, удобно для людей и, безусловно, безопасно. Проинформировать население о возможности приобщиться к этому событию. Значит, я полагаю, что там все будет достойно. Меры безопасности, вы их озвучили, но лишний раз еще перепроверить. И глав внутригородских районов должны вводить полную информацию, какие там несанкционированные купели открыты, для того, чтобы держать руку на пульсе. Общественный транспорт в Крещенскую ночь будет ходить дольше обычного. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Купание в проруби, стресс или польза для организма, как правильно окунаться в купель, чтобы не навредить здоровью, и что об этом обряде говорит православная церковь. Подробности у Марианы Мирной. Окунаться в купель в крещенские праздники для многих укоренившаяся традиция. К проруби идут целыми семьями. Люди говорят, энергии после купания хоть отбавляя положительных эмоций масса. Медики объясняют это приливом адреналина. Это очень сильное воздействие на организм человека. И под воздействием вот такого купания, в воде такой температуры, в кровь поступают в большом количестве гормоны. Норадреналин, дофамин, гормоны мозгового слоя надпочечников. Это все те гормоны, которые адаптируют организм, позволяют им перенести вот эту процедуру. Что же касается православной составляющей праздника Крещения, то для религии традиция погружаться в ледяную воду относительно новая. И к самому церковному событию не имеет отношения. Главное, говорят священнослужители, посетить службу в и уже там запастись святой водой. Скорее была такая народная традиция и частенько она была увязана с традициями другими, на которые тоже церковь смотрела скептически. Например, в книге там начала 20 века, в одной из настольных книг священнослужителей, да, такое было авторитетное издание, там говорится, что купаются ныне, то есть в начале 20 века в основном те, кто все святки гадали, считают, что таким образом они омываются от тех грехов, которые не будут в этих гаданиксе. Тем не менее, организованные купели в Самаре все же будут и сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют купаться именно в них, а не в стихийных прорубях. А после омовения рекомендуют тепло одеться и согреться горячим чаем. Мариана Мирная, Василий Калдашов, События. Со скоростью 600 шаров за полчаса убирают с площади Куйбышева новогоднюю елку. И эта неделя станет последней, когда самарцы смогут насладиться праздничными украшениями на улицах города. Валерия Макарова встала пораньше, чтобы увидеть, как разбирают главную елку Самары. Мороз и солнце – день чудесный. И пока кто-то еще дремлет, на площади Куйбышева разбирают главную елку Самары. Ну что ж, теперь точно можно сказать – новогодние праздники закончились. Убрать елку высотой 22,5 метра – процесс небыстрый. Начинают с игрушек гирлянды световых панно. После разберут металлическое основание. Рабочие уверяют – снять с елки 600 шаров – дело получаса. А вот на полный демонтаж уйдет несколько дней. Новогодние елки начинают исчезать и из домов самарцев. Когда вы елку дома убираете? После крещения. 19 января. Очень долго не убираем. Примерно когда? До февраля точно. Завтра буду убирать или сегодня? После 22 января. А почему именно в этот день? День рождения, потому что меня. У меня есть знакомая, которая убирала елку в этом году с прошлого года. Чтобы окончательно попрощаться с праздниками, остается меньше недели. После новогодние световые украшения уберут с улиц Самары. И площадь Куйбышева снова приобретет свой обычный вид. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Лучше и чище городские власти создают детальный план по наведению порядка в городе. В центре внимания улица, входящая в гостевой маршрут. Фасады, газоны и тротуары на них должны быть идеальны. Как и за чей счет будут добиваться совершенства, узнала Марина Матвейшина. Без внимания не остались ни один бордюрный камень, ни одна сухая веточка. Мэр Самары и главы районов детально обсуждают благоустройство улиц, входящих в гостевой маршрут. Город готовит к наплыву туристов во время чемпионата мира по футболу 2018. В прошлом году во всех районах провели ревизию, в каком состоянии находятся дороги, тротуары, газоны, фасады и зеленые насаждения. Все недочеты были внесены в дефектные ведомости. У каждого района она своя. Тогда же началась работа по исправлению недостатков. 18 объектов стационарных потребительского рынка сегодня вместе с собственниками мы готовы ликвидировать и перенести эту торговлю в стационарные объекты, которые уже есть на территории Октябрьского района. Вы знаете, вот к тем почти 500 объектам, которые исчезли с улиц Октябрьского района, если мы добавим еще эти, вы знаете, это будет большой тоже вклад в общее дело. Главы районов активно ведут работы по поиску дополнительных денег на благоустройство города. На территории Октябрьского района более 25 крупных предприятий, и многие из них готовы вкладывать в порядок чистоту и красоту улиц. Ленинский район центральный в Самаре, и именно по его территории проходят основные гостевые маршруты. Кроме того, здесь пройдет фестиваль болельщиков. Районные власти готовятся со всей ответственностью. Каждый день, каждый год можно обновлять фасады. Их на туристических маршрутах в Ленинском районе 420. Но при этом, при всем комплексный ремонт зданий, комплексный ремонт фасадов зданий, мы провели за внебюджетные источники 33 здания. Это для нас это победа, определенная победа. Работу районных властей мэр Олег Фурсов оценивает по достоинству. Но отмечает, почивать на лаврах еще рано. Основная работа впереди. Мы понимаем, что бюджет в этом году очень непростой, поэтому ищем дополнительные источники формирования, финансирования вот этих работ, в том числе привлечения внебюджетных и коммерческих кредитов. Вышли на финишную прямую. Я думаю, что в мае, в июне жители города уже ощутят те преобразования, которые делаются на туристических маршрутах. За последние два года отреставрировали десятки фасадов памятников культурного наследия и много квартирных домов. Отремонтировали и построили сотни километров дорог и общественных зон. По итогам сегодняшнего совещания городские власти составили уточненный список задач на ближайшее время. После согласования с областным правительством план начнут приводить в действие. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. На небе не облачко, но в Самаре объявили снегопад четвертой категории. Это учебная тревога не для горожан, а для коммунальных служб. В городе проверяют, насколько управляющие компании готовы к капризам природы. Какую оценку заслужили бойцы лопаты и метлы, знает Андрей Горгуленко. Хоть снега ночью и не было, коммунальные службы советского района в полном составе на дежурстве уже с утра. По дворам рассекает снегоуборщик, на участках сразу несколько дворников, чтобы справиться с возможным снегопадом и людей, техники в достатке. Учения проходят очень хорошо у нас. Если снегопад, то мы бываем и в 6 часов выходим раньше, для того, чтобы люди вышли, уже подъезды все были вычищены, чтобы не мешали снеговые эти завалы. Учебная тревога у коммунальщиков такая же, как и у оперативников. Разрабатывают все возможные сценарии. По каким маршрутам будет ходить техника, сколько людей будут выходить на те или иные участки. Мелочей в таком деле не бывает. Отслеживают даже количество топлива в тракторе. Недоработки сразу берут на заметку. Будем отрабатывать с той организацией, которой были допущены данные недостатки. Если какие-то недостатки будут выявлены в нашем планировании, то, соответственно, это будет все корректироваться. Как раз-таки это учение поможет нам выявить все слабые места, которые у нас могут возникнуть при выпадении и столкновении с такими сложными ситуациями с погодой. Это и есть главный результат таких учений. Не на бумаге, а на практике столкнуться с возможными проблемами. Чтобы уже в снежные дни работа проходила без срывов. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Для коммунальщиков снег – это проблема, а для всех любителей зимних видов спорта – радость. Самарцы вместе со всем миром провели выходные активно используя для здоровья. Отметили День снега. Это молодой праздник, ему всего пять лет. Зачем он нужен, пыталась понять наш корреспондент. Насладиться, ознакомиться, испытать. Под таким девизом проходит Всемирный День снега. Самара не стала исключением провести время с пользой для здоровья. На лыжной базе «Чайка» собрались сотни самарцев. Старт дан. Впереди длинная дистанция. Бегут 1200 метров. За звание лучшего соревнуются сотни спортсменов. В День снега даже сильный мороз спорту не помеха. Лыжники показывают хорошие результаты. На тренировке похуже было. Сегодня вроде нормально. А так все нравится. Погода хорошая. День снега – праздник молодой. Его очередили по инициативе Международной федерации лыжного спорта пять лет назад. С тех пор в один из выходных дней января по всему миру люди приобщаются к зимним видам спорта. Его цель – это и задача привлечения детей, молодежи, взрослого населения к занятиям зимними видами спорта. Главное, чтобы наши дети увидели замечательные зимние виды, приняли участие в эстафетах, заболели зимними видами спорта и всегда приходили на лыжню, на горки, в парки. Для тех, кто пришел отпраздновать зимний праздник всей семьей, тоже есть чем заняться. Все для спорта, все для победы. Мерзнуть спортсменам-любителям некогда. Ловкость и скорость демонстрируют в гонках на санках. Опа, заносы. Супер-супер-супер. Обратно. Молодцы. Очень нравится праздник. Весело, задорно и морозно. Отличное настроение. Сейчас еще побегаем, будет еще лучше. Для тех, кому одного дня снега оказалось мало, организаторы напоминают. Впереди еще пара месяцев зимы, поэтому весело и спортивно провести можно еще много выходных. Было бы желание. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Рядом со стадионом Самара-Арена построят новый автовокзал. Какую площадь он займет и сколько сможет принимать пассажиров, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте. В начале недели нефть прибавляет в цене и торгуется выше 55 долларов за баррель. Валюта тоже дорожает. На 17 января Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 60 копеек. Евро 63 рубля 23 копейки. Золото стоит 2283 рубля. Серебро 32 рубля 28 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 61 рубль 61 копейку, дороже всего продать за 58 рублей 49 копеек. Лучшим вложением денег в начале года финансовые аналитики называют акции компаний-экспортеров. Переводить все заработанное честным трудом в валюту пока не советуют. Смартфоны могут подешеветь на 7% уже к началу весны. Кинотеатр «Шибка» в Самаре продан с торгов почти за 44 миллиона рублей. А возле стадиона Самара-Арена построят новый автовокзал. Он разместится на территории 4 гектара и сможет принимать больше 20 тысяч пассажиров в сутки. Строить новый вокзал будет инвестор. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. Самарский Роспотребнадзор объявил охоту на фанфурики. Из оборота изъяли свыше полутора тысяч бутылок. Проверены почти 400 торговых точек. Только в одном из магазинов нашли тысячи флаконов по 100 миллилитров под названием «Хлебный лосьон». Столь пристальное внимание к теме связано с трагедией в Иркутске. Там погибли 77 человек. Все они употребляли спиртосодержащую жидкость «Боярышник». Правда, позже выяснилось, что речь идет не о лечебной настойке, а о парфюмерном косметическом средстве – концентрате для ванн. Самарских пенсионеров призывают быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы. В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. В течение месяца деньги должны получить 43 миллиона российских граждан. В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают. Пожилым гражданам напоминают, для получения выплаты не требуется заявление. Сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. Выплата осуществляется автоматически. В Самаре на Волге автомобиль провалился в промоину. Инцидент произошел 14 января около спуска лейтенанта Шмидта. Спасатели, которых вызвали очевидцы, рассказывают, в машине находились люди, но они благополучно успели выбраться на лед. К спуску лейтенанта Шмидта было направлено судно на воздушной подушке «Гепард». С помощью тросов машину вытащили на берег. Суда на воздушных подушках Самары-Ширяевы будут заходить в Рождествено. Это сделано в связи с пожеланиями жителей региона. Расписание меняется с 16 января 2017 года. Кроме того, с сегодняшнего дня сократится число рейсов по данному маршруту в рабочие дни с понедельника по четверг. Морозы пришли в Самару. В ночь на понедельник столбик термометра в отдельных районах опускался до минус 24 градусов. Осадков синоптики не обещают. Днем воздух прогреется до минус 10. На дорогах гололедится. Аналогичную погоду метеорологи обещают во вторник 17 января. 6 тысяч километров холода. Участники зимней мотоэкспедиции прибыли в Самару. За плечами уральских байкеров остались Кострома, Киров и Екатеринбург. Жемчужина по Волжье предпоследний пункт остановки Смельчаков. Скоро они вернутся в начальную точку маршрута Санкт-Петербург. Для чего группа отважных мужчин решилась на этот экстремальный заезд, узнал Сергей Ромашов. По морозу с ветерком и музыкой. Байкеры всероссийского мотоклуба Урау добрались до Самары. Две трети пути осталось позади. У отважного поступка мотоциклистов есть две причины. Так они празднуют 75 лет со дня открытия Ирбитского мотозавода и ломают шаблоны. Ведь многие в России недолюбливают двухколесные Уралы. Их сегодня легче встретить где-нибудь во Флориде, чем под Самарой. Президент мотоклуба Урал Николай Жаворонков и его братья по духу полны решимости доказать, что мотоциклы Ирбитского завода не хуже других марок. Мы каждую зиму теперь уже точно будем ездить. В прошлом году в январе мы сделали пробег на самую северную точку Европы, мыс Нордкап. Но, правда, для этой экспедиции сравнивать, наверное, неправильно, поскольку там было всего два Урала. Была машина сопровождения, было много провианта, были брони в гостиницах, были запасные пилоты. То есть, скажем так, по сравнению с этой экспедицией, это была просто прогулочка. В этой экспедиции команда мотоклуба отказалась от машин сопровождения и не взяла с собой необходимое снаряжение. Любая вынужденная остановка может стоить им жизни. Зато почти в каждом городе участников пробега принимают с теплом. Например, на подъезде к Самаре их встретили местные байкеры. Мы хотим поддержать ребят, которые едут с Питера. Пробег такой большой. Мы как бы, я большой поклонник этих мотоциклов. В частности, вот мы вчера их встретили на трассе на Уфимке. Вчера пообщались, сегодня вот их проводили. Сегодня будем устраивать экскурсию по городу. Поедем в мото-музей Шиянова. Ну и пивка, наверное, по Питеру Жигулевскому. В Самаре уральские байкеры погостят недолго. Починят железных коней, немного согреются и снова в путь. Через неделю они рассчитывают вернуться домой, к своим семьям. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События. Насколько крепки доспехи славянского воина 12 века? Сложно ли в первый раз встать и пройтись на ходулях? И почему самарцам так полюбились русские зимние забавы? Ответы на эти вопросы наш корреспондент Валерия Макарова нашла на фестивале «Славянская зима». Его устраивает в городе уже 8 лет подряд. И в этот раз он прошел с особенным размахом. Настроение здесь задают балалайка, бубен и русская гармонь. Традиционные хороводы, игра в салочки и любимый многими ручеек. Тех, кто замерз, отогреет горячий чай из самовара. А прилив адреналина уж точно можно получить, встав на ходуле. Нелегко, забраться было очень трудно. Что ощущаете там наверху? Ощущаю, что сейчас упаду. На славянской зиме можно даже на несколько минут почувствовать себя воином. Примерить кольчугу и проверить на прочность шлем раннего средневековья. В ушах звенит, но голова цела. Улыбается славянский воин 12 века. Он в своей кольчуге может выдержать нападение посерьезней. К шлему прикреплена бармица. Это кольчужная защита шеи. То есть она нужна для того, чтобы злой враг, ткнув его в горло ножом, вот так вот, не добился никакого эффекта. То есть воин у нас остался в живых. Человека, который бы не улыбался, здесь просто невозможно найти. Видно, соскучились современные горожане по русским народным забавам. Лепота! Экстаз вообще очень весело, красиво и свежий воздух, самое главное. Очень весело, прям как должно быть настоящей зимой. Случайно узнала, приехала, здесь такое веселье. Прекрасный праздник. Все довольны, все давно ждали такой праздник. Нам помогла погода, сегодня прекрасная температура, снег, веселье, радость, все в костюмах, играх. Все здорово, классно. Организаторы из культурного центра «Светлица» признаются, такого интереса не ожидали. Фестиваль получился самым массовым за последние 8 лет. Секрет его притягательности – это простое человеческое тепло. Когда ты приходишь в хоровод, ты берешь совершенно незнакомого человека себе за руку и впускаешь его в свое какое-то пространство, и ты автоматически начинаешь ему доверять. То есть все становятся друзьями, и, наверное, именно за этим сюда и приходят. Бой по новым правилам. В Самаре прошло первенство региона под дзюдо. Это первое сестидание в этом году, и проводятся они после того, как вступили в силу изменили Международной Федерации дзюдо. Новости спорта продолжит эфир, и я передаю слово Валерии Макаровой. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Сила ума и сила духа дзюдо дисциплинирует и помогает в учебе, рассказывает Константин Кавалеров. Он только что вышел из боя с победой. Ну, как ощущения-то? Хорошие, все нормально. Было тяжело, но ничего, пойдет. Самое главное больше стараться, трудиться, подготавливаться, и все. Более двухсот спортсменов из Самары и всей области собрались на первые в этом году соревнования под дзюдо. На татаме юноша и девушки в двух возрастных группах до 15 и 23 лет. Все волнуются. Бои проходят по новым правилам. Их приняли в конце декабря в Международной Федерации дзюдо. Убрали оценку юко, это меньшая оценка. Осталось две оценки в дзюдо, это в Азаре и ипон. То есть и настрой, чтобы все схватки заканчивались красивыми победами. Оценка ипон. Интерес к спорту и в частности к дзюдо растет, отмечают в областной федерации. Уже сейчас этим видом спорта в регионе занимаются 5000 человек. В последнее время особенно много приходит девушек вырабатывать боевые качества. Поэтому юношам расслабляться нельзя. Цели достаточно высокие стоят. Задачи тоже максимальные. Выкладываться, готовиться на первенство России. Но туда еще нужно сначала отобраться. И да, конечно, нужно достигать всяких высот в спорте. В ходе турнира отобрали лучших. В феврале они отправятся на первенство Приволжского федерального округа в Пензу и Балаково. Валерия Макарова, Олеся Корецкая, Санислав Левин. События. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин